Продолжаем двигаться на восток, через Шварцвальд, в сторону города Фурт-Ванген. Въехали в город Фурт-Ванген. Здесь нашей целью является посещение немецкого музея часов. Слово Божье вечно. У входа в музей. Макет Стоунхенджа, который считается старейшим устройством для определения времени. Часы в виде свечи с разметкой времени сгорания. Когда под рычажком не остается воска, происходит удар в колокольчик. Начало коллекции музея было положено в середине 1800-х годов. Тогда директор училища часовщиков Роберт Гервик обратился к жителям Шварцвальда с просьбой пожертвовать старые часы, чтобы организовать музей. Первая выставка часов состоялась в 1874 году. Первый каталог коллекции был выпущен в 1925 году и включал тысячу объектов. Сейчас коллекция музея насчитывает более 8000 предметов. Из них примерно четверть выставлены в музее как экспонаты. Продавец настенных часов в разнос. Макеты солнечных часов с вогнутым сфероидальным циферблатом. Макет плоских солнечных часов. Переносные солнечные часы, установленные на столе. Астрономические часы, старинные и более современные. Они же с обратной стороны. Механизм астрономических часов. Около 1770 года. Астрономические часы из монастыря Святого Петера, в котором мы были сегодня ранее. Они показывают положение небесных тел и дни недели, которые сегодня называются в некоторых языках по именам семи известных тогда небесных тел. Солнце, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна. Например, в английском. Солнце, Sun. Воскресенье, Sunday. Луна, Moon. Понедельник, Monday. Суббота, Saturday. По имени Сатурна. Одни из ранних часов с маятником и гирями. Постепенное уменьшение габаритов таких часов. Маятниковые и пружинные часы с боем. Макет мастерской часовщика. Некоторые инструменты часовщиков прошлых веков. Измерение времени играет решающее значение в морской навигации. Художественное оформление циферблатов часов. Часы Великобритании, Франции, Испании, России и азиатских стран. Еще торговят часами в разнос. И его поклажа. Часы из Шварцвальда с жирафом. С заводом на 8 дней. Отбивающие каждые полчаса. Часы, адаптированные к старой японской системе измерения времени. Часы Японии с приводом от гирь, настроенные на летний период. Китайские настольные часы в корпусе из красного дерева. Французские напольные часы конца 19 – начала 20 века. В таких часах в высоком корпусе расположены маятники гири, подъем которых обеспечивал завод часов на период до 30 и более дней. Часы французского производства. 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 Первые часы из Шварцвальда с деревянным механизмом. Ранние деревянные часы из Шварцвальда с кукушкой. Считается, что звук кукушки был выбран потому, что его легче всего имитировать механическим способом. Эти часы с кукушкой были признаны часами года. Традиционное оформление часов из Шварцвальда в виде сказочного домика стали использовать в середине XIX века. Традиционные часы из Шварцвальда с охотничьими мотивами в оформлении. Упрощенное современное оформление часов с кукушкой. Экспортный каталог часов из Шварцвальда выпущенный для Америки. Можно сказать, что дальнейшее развитие часов с кукушкой – это музыкальные часы и механические музыкальные инструменты. Механическая пианино. В этих краях изготавливали и вот такие сложные часы с музыкой и многочисленными движущимися фигурами. Стоили они очень дорого, поэтому их было выпущено всего несколько сот экземпляров. Завод пружинный. Разные механизмы агрегата имеют свои пружинные приводы и заводные рукоятки. Работник музея последовательно демонстрирует различные возможности этого инструмента. Мелодия записана в виде определенного положения штырей на программных барабанах. Отметим, что в Шварцвальде есть туристический маршрут под названием «Часовая дорога». По аналогии с туристическими винными дорогами. На переднем плане детские часы с маятниками. В виде качелей. Первые модели карманных часов. Как уже говорилось, первые карманные часы, ставшие известными как нюрнбергское яйцо, изготовил нюрнбергский механик Петр Хейнлайн в начале 1600-х годов. Сравнение габаритов ранних карманных часов с моей рукой. С развитием часовой механики карманные часы становятся более компактными. И, что самое главное, более плоскими. Реклама карманных часов. Точное время за доллар. Ручные часы с ремешком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корпус часов является маятником. Электрические маятниковые часы. Одни из первых электрических часов. Эталонные часы для группы часов, например, на промышленном предприятии. Внимание! Сейчас увидим перемещение стрелок на одну минуту. Оригинальный дизайн часов фирмы Кинцле. Основанное в этом районе в 1822 году. Еще часы фирмы Кинцле. Будильники разных моделей. Кукушка мертва. Это реклама механических будильников. Монитор показывает перемещение зоны дневного времени по карте земного шара. В России такие часы назывались ходики. У входа в музей установлено несколько видов солнечных часов современного дизайна. А циферблат этих солнечных часов занимает несколько квадратных метров. Вот он. Снимки сделаны в городе Фуртванген. Фонтан с местными мотивами. Теперь двигаемся дальше на восток. В город Филинген. Где у нас запланирована очередная ночевка. Видно что-то среди леса. Сверху выловили. Тоже разваливан бывшего дома. Въехали в город Филинген. Где будем ночевать. Вынужден ругаться по поводу трески. Вначале размещаемся в гостинице. И как обычно я делаю краткое видео описание условий нашего очередного ночлега. Вот тут стол с покупками на перекус. Ванная комната там. За перегородкой душ. А умывальник в живой комнате. Тем временем Максим намечает. Что еще мы успеем посмотреть до ужина. В рамках коммунальной реформы 1972 года было произведено объединение двух городов Филингена и соседнего Швенингена на реке Неккар. Ворота, ведущие в старую часть города. Те же ворота с другой стороны. Кафедральный собор Святой Девы. Солнечные часы, впервые построены в 12 веке, с двумя разными готическими шпилями. Солнечные часы. Ворота собора. Солнечные часы, впервые построены в 12 веке, с двумя разными готическими шпилями. Солнечные часы, впервые построены в 12 веке, с двумя разными готическими шпилями. Около собора возведен фонтан под старину, открыт в 1989 году. И в этом городе тоже такие кипары. Виды фонтана с разных сторон. Еще один оригинальный фонтан. Солнечные часы, впервые построены в 12 веке, с двумя разными готическими шпилями. Настенная живопись. Тут стены, конечно, восстановленные. Одна из башен, которую мы только что сняли. Скульптура под названием «Королевская пара», которую только что снимал Максим. Современное творение. А на этой башне изображение воина по имени Ромеус. Вернулись к гостинице. Объявление с временем завтрака. Постер с местными певчими птицами для повышения эрудиции постояльцев.